К другим новостям. Полиция расследует пропажу девяти членов экипажа круизного лайнера. По мнению властей, этот случай может быть связан с исчезновением круизного судна «Звезды» Нептуна. Скорее всего, магнитные поля в этой области выводят из строя навигационные системы. Необходимость спасательной операции все еще под вопросом, так как не было получено ни сигнала в СОС, ни сведения о каком-либо происшествии. Нет, нет, нет! Давай, бежим! Бежим, бежим! Скорее! Не останавливайся! Мэгги! Ладно, бежим! Там Джеймс! Нужно выбираться отсюда! Кто-нибудь, помогите! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Найди сайт Азино 777 и получи 777 рублей на игровой счет. КОНЕЦ Что за черт? Ты тут всю ночь провел? Скорее все утро. Технически после полночи уже утро начинается. Технически лучше не напиваться до потери сознания. Ты с ним по улице ходишь? Не ходи на охоту без ножа. Ты, наверное, забыл, кто учил тебя охотиться. Это было давно. Пусть охотой занимаются профессионалами. Так, ты себя теперь предпочитаешь называть. Да ладно тебе. В чем дело? Ой, ну даже не знаю. Наверное, мы через пару минут отчаливаем, а ты можешь обливать всю команду. Я в порядке. Прошу, ради меня. Приведи себя в порядок. Ты пахнешь не совсем как трезвый человек. Ничего не обещаю. Охотник Рик Райнсфорд изо всех сил пытается очистить свое имя после того, как на него были вылеты тонны помоев в социальных сетях. Он жертвует средства в поддержку исчезающих видов животных, что довольно странно для охотника. Но после нескольких эпизодов вождения в нитресвом виде и неподобающего общественного поведения, думаете, попытки альтруизма... Твоя лодка? Да. Ничего такая. ...возникает вопрос. Говорит капитан путешественника. Напоминаю пассажирам и членам экипажа, что посадка производится с правого борта нашего судна. Смотрите под ноги. Капитан, время очень важно. То, о чем вы просите, просто невозможно. Мы должны изменить курс. В этих водах небезопасно. Я все проверил. Это кратчайший путь. Мой дорогой Томми. Рик. Здрасте, капитан. Это капитан Андрес. Он главный на этом прекрасном судне. По любым вопросам обращайся к нему. Мы вообще-то не закончили. Мы не можем не учитывать тот факт, что вы с мистером Рейнсфордом не единственные пассажиры. Я отвечаю за безопасность всех на этом судне. Ладно. Давайте... давайте поговорим. Не стоит беспокоить Рика этими разговорами. Томас меня как облупленного знает. Не люблю, когда меня донимают всякими деталями. Классно поговорили. Мне нужна помощь. Чем могу помочь, сэр? Я нахожусь в поисках алкоголя. Мне не позволено давать вам алкогольные напитки. Что, прости? Ну, я просто хотел сказать... Давай, давай, давай. У нас его вообще нет. У вас его нет или ты просто мне не хочешь давать? Какой вариант? Кажется, капитан что-то сказал. Ты хоть знаешь, кто я такой? Да, мистер Рейнсфорд. Тебе следует понять, что это ошибка. Мне жаль. Ты еще сильнее пожалеешь. Тебе следует... Тебе следует... Тебе следует... Продолжение следует... К объективам я привык. Но если тебе нужен кадр получше, только скажи. Мне не хочется вас беспокоить. Вы же такой занятой человек. Рик Рейнсфорд не может быть слишком занят для тебя, малышка. Ну тогда, мистер Рейнсфорд, позвольте мне сделать парочку кадров. Ну, так нечестно. Ты знаешь моё имя, а я твоего не знаю. Ну, я... Что вообще такая милашка делает на этой ржавой посудине? Ой, ну знаете, я просто пытаюсь сделать пару фото местной суперзвезды. Ладно. Пожалуйста. Будет тебе хороший кадр. Да? Эксклюзив. Ой, я прямо себя особенно чувствую. Постой. Так, просто отлично. О, да. Просто прекрасно. Как я получился? Ну, довольно напыщенный и самодовольный. Всё, как в жизни. Чего? Я просто хотела сказать, что это отличный портрет Река Рейнсфорда. Мы с тобой уже виделись? Да, несколько раз. Последний вчера вечером. Но ты, наверное, был слишком пьян, чтобы запомнить. Я вижусь с очень многими. Иногда я могу и забыть кого-нибудь. Ты ничего обо мне не знаешь. Так, давай-ка посмотрим. Ты охотился на оленей ради развлечения. Ну, типа того. Хотя больше ты известен за свои любовные похождения и участие в тупых шоу. Там ты напиваешься до такой степени, что на ногах еле стоишь. Так что да. Я знаю, кто ты такой. Мистер Рейнсфорд. Если я настолько ужасен, зачем ты пришла сюда и фотографируешь меня? Мудро. То, что ты ищешь. Вон там. Флаг тебе в руки. Я известен. В этом и смысл звёзд. Слова взрослого человека. Ничего, всё хорошо. Это кто? Девушка? Да. Это Анна Кристи. Фотограф, которого послали с нами. Это наш фотограф? Ага. Почему так получилось? А как же... Сантьяго? Ты в прошлый раз его по лицу ударил. Помнишь? Он больше не будет с тобой работать. А, да. Она... Молоденькая. Да. И грубовато. Слушай. Ты будешь работать на этой фотосессии, или мы просто тратим наше же время? Ладно, я всё понял. Понял. Она просто... Просто очень интересная, и всё. Да что ты. Блин, ну лучше её и меня не злить. Ты следи за самым главным. О девочках позабочусь я. Ладно. Что тут происходит? Чувак, успокойся, это же лодка. Она и должна качаться. Весь экипаж в комнату для персонала. Члены экипажа в комнату для персонала. Мистер Рейнсворт, капитан объявляет боевую тревогу. Я знаю, что такое боевая тревога, придурок. Всем вернуться в свои каюты. А значит, вы должны... Придурок. Так и буду тебе звать. Вернитесь в свою каюту. Пожалуйста, сэр. А бутылочку-то я нашёл. Придурок. Это для вашей же безопасности. Прошу. Иду я, иду. Внимание. В корпусе нашего судна пробоина. Вода начинает прибывать. Объявляется общая эвакуация. Всем подняться на палубу. Сюда! Все сюда. Давайте, залезайте в шлёпку. Залезайте. Забирайте. Скорее же. Скорее. Нет, вы должны сесть в спасательную шлёпку. Нужно скорее уходить. Залезайте. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Спасибо. Еще бутылку. Ты знаешь этот остров? Ты знаешь, где мы? Нужно осмотреться. Будь так добр. Эй, неплохо. Ты на медсестру поступала? Ты все еще здесь? Я кого-то вижу. Что? Эй, сюда. Эй, шеф. Дружище. Друг. Ты говоришь по-английски? Я Рик. Рик Рейнсфорд. А вот это... Анна. Анна. Друг, как тебя зовут-то? Чувак, как тебя зовут? Иван. Он потерял много крови. Ожоги второй степени по всему телу. Он плох. Нам нужно идти. Что? Куда идти? А, да. Стоп, стоп. Все нормально. Не отставай, а то заблудишься. Не заблужусь. Это дикая природа. Не стоит тут просто шататься. Что, правда? Сам додумался или подсказал кто? Тихо, ты только мешаешь. Стоп. Растяжка. Что? Откуда тут растяжки? Опасные животные. Что? Умный парень. Ты не помогаешь. Куда мы? Сэр, простите. Куда? Вы не расскажете, куда? Нам сюда. Сюда. Идите сюда. По моей команде. Раз, два, три. Все будет хорошо. Может, дать ему какое-нибудь болеутоляющее? Или просто лекарство? Что у вас есть? Все хорошо. Хорошо. Где вы этому научились? Вы врач? Нет. Он не врач. Но у него очень богатый опыт полевых ранений. Вы это уже делали? Нет. Тогда Иван вам все расскажет. Прошу, продолжайте. Прошу меня простить. Будет больно. Все хорошо. Кто вы такие? Ой, простите. Я полковник Зоров. Мне кажется, он не выживет. Он будет в порядке. Полковник? Да. В отставке. А это Иван. И с ним вы знакомы. Вы тут одни живете? Да, мы живем на острове. Послушайте, мы хотим вам помочь. Спасибо. А вас зовут... Я Анна. А это Рик. Здравствуйте. Здрасте. Здравствуй, Рик. Как ты себя чувствуешь? Ну, неплохо. Даже нормально. Может, тебя посмотреть? Нет, все хорошо. Спасибо. Ну, тогда... Пусть медик занимается своим делом. Пойдем выпьем. Ты как, пить хочешь? Мы с вами мужчины. Пусть женщина ухаживает за больным. У нее это лучше получится. Конечно. Иди. Удивительно, что ты так долго без выпивки продержался. Я рада, что твоя злость тоже выжила. А я рада, что выжила твоя лень. Любовная ссора? Нет. Конечно же, нет. Вообще не раз. Пойдем. Иван, что происходит? Что это за место? Американские женщины наглые. Русские мужчины очень и очень дерзкие. Русские мужчины очень и очень дерзкие. Знаю, здесь довольно необычно. Но мне нравится вот так жить. Каждому свое. Итак, расскажите мне, что с вами произошло. Если бы я сам знал, то у меня все как в тумане. Я полагаю, для вас это был крайне неприятный опыт. Да. Кроме вас, есть выжившие? Да, наверное. Вы же видели, что случилось с тем парнем. Многие, наверное, просто пропали без вести. Мне очень жаль это слышать. Спасибо, что приняли нас. Никаких проблем. Вообще. Наверное, вы уже догадались, что гости к нам редко заходят. Мне самому приятно поговорить с новым человеком. Я догадался. Из целой кучи островов нас принесло именно на тот, где есть только песок, деревья, скрытые в чаще домик, где живут два мужчины. Что вы имеете в виду? Да ничего. Бро. Бро. Да. Выпейте-ка еще, мистер Рейнсвилд. Присаживайтесь. Вы не против? Конечно. Вы охотник? Да. Для меня это крайне волнующее и приятное хобби. И для меня. Я, кстати, типа профессионал в этом деле. Вы профессионал? Мистер Рейнсвилд, вы известны? В определенных кругах, да. Я типа как большой босс. Но вот она так не думает. Для нее я никакая не знаменитость. Не скромничайте, мистер Рейнсвилд. Но вы там меня крайне трудно увлечить. Нет. Русский стандарт. Рейнсвилд. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вы очень аккуратны. Вы живёте здесь с полковником? Это мой дом. А на острове ещё кто-нибудь есть? Почему вы не хотите отвечать на мои вопросы? Где здесь туалет? Вот там. Спасибо. На здоровье. На здоровье. Слушайте, у вас столько всего. Я за свой собственный остров убить готов. Охотиться можно где угодно. Рай. Для меня это просто прекрасное место. Почему это? Вспоминаете тут небыло и слава? Что? Ну, вы, очевидно, служили в русской армии или что-то типа того. Я служил везде и служил всем. В разные времена, в разных странах, в разных мирах. Звучит интригующе. Долинная история. Вы, наверное, частенько с острова выбираетесь. Всех этих животных тут точно нет. Ну да. Но обычно их просто присылают. Присылают сюда? Зачем? А почему бы нет? Чтобы охотиться? Конечно. Почему бы не охотиться на них в местах их обитания? Настоящие охотники так и делают. То есть, по-вашему, я не настоящий охотник, мистер Рейнсфорд? Да, нет, я просто... Да, я это и хотел сказать. Объяснитесь. Вы жульничаете. Ну, типа эти животные, они в своей естественной среде обитания. У вас всегда есть над ними преимущества. И этот остров. Какая же это охота, если у них нет шансов сбежать? Ну, у меня нет шансов сбежать, у них нет шансов сбежать. По-моему, всё довольно честно. По-моему, вам следует свалить с острова и заняться настоящей охотой. Вернитесь к дикой природе. По-моему, это место повлияло на ваши ощущения. Чуток. Может быть, вы и правы, мистер Рейнсфорд. За здоровье. Вы там надолго? Дайте девушке минуту привести себя в порядок. Продолжение следует... 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 Прекрасно, прекрасно, замечательно... Продолжение следует... 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 Быстрый и находчивый Ну да, знаете, это самая неловкая часть нашей игры Но, исходя из моего опыта, варианта получше просто нет, потому мы все здесь Очень важно, чтобы ты внимательно слушала, он будет немногословен А ей нравится драться Все хорошо Мне вообще-то не нравятся пистолеты, поэтому я извиняюсь Я пытаюсь быть немного более изобретательным Иван Да Изобретательным в чем? В игре Я понимаю, скорее всего, вы сейчас думаете Кто мы вообще такие? И где вы находитесь? Сейчас вы в игре жизни И смерти В этом месте Не стоит быть тем, кем ты не являешься Нужно быть тем, кто ты есть глубоко в душе Мистер Рейнсфорд Ну, как говорится в американской пословице Выживает только сильнейший Это просто игра Ваш мир? Мой мир Честен И прост И вы оба должны устроить неплохую охоту В точку Я притащил Рика только потому, что он невероятный охотник Он станет Моей самой лучшей Добычей Итак, слушайте внимательно Есть лодка Мистер Рейнсфорд На другой стороне острова Есть лодка Доберетесь туда Будете жить Если вы сможете убить меня Это будет намного легче А что, если мы откажемся играть? Тогда я начну с твоих ног Что вы погрустнили? Я даю вам шанс выжить Мне просто хочется сыграть в простую игру Может, вам даже понравится Подними его Возьмите запасы Все, пойдем Рик, идем Идем уже Срочная новость Частное судно под названием «Путешественник» пропало без вести Сигнал о бедствии поступил в понедельник в 2 часа 24 минуты Из северной части Тихого океана Правительство принимает всевозможные действия, дабы найти пропавшее судно Среди пассажиров на борту находился известный охотник и филантроп Рик Рейнсфорд Компания владелец судна сделала заявление, что готова сотрудничать с властями для обнаружения пропавшего лайнера Да начнется игра Рик, ты в порядке? Да Что там? Стой там Твою мать Боже Ты сама-то как? Это неправда Это все не настоящее Это плохой сон Это всего лишь кошмар Мне все это снится Это неправда, нет, боже, нет Да что ты делаешь? Ну так люди иногда делают, когда им страшно Я подумал, что ты так успокоишься, ну или заведешься Отвратительная идея Ты все успокоилась? Мать природа, дай мне Смелости Отваги И смирения Мать природа, благослови меня Своим сердцем И землей Мать природа, помоги стать тем Кто Я Есть Ты куда? Может тут еще кто-то есть? Рик 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 О... О, 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 о Спасибо. Этот ублюдок обставил ловушками весь лес. Ну да, похоже на то. Ты в порядке? Все не так плохо, как кажется. Нужно добраться до берега. Нет, нужно найти пресную воду и место для отдыха. Без воды и сна мы далеко не уйдем. Это же трата времени. Вообще-то нет, мы же в лесу. Вода должна быть нашей целью номер один. Хочешь воды? Вот вода. Тебе не кажется, что нам понадобится чуток побольше? Да хорош. Мы на острове. Здесь точно должна быть вода. Хоть где-нибудь. Ты знаешь все выживание в дикой природе, потому что ты уточек фоткаешь? Точно. Именно этим я и занимаюсь. Ты так хорошо меня знаешь. Что за ненастоящее имя? Что? Какое имя? Фальшивое имя, которым ты всем представляешься. Что? Рик? Рик, ты как? Блин, серьезно? Рик. Жить будет. Я буду поддерживать в нем жизнь. Без него они не уплывут. Нам нужно принять изменения. Да. Изменения очень важны. Да? Да. Изменения делают нас мудрее и сильнее. Полковник. И менее уязвимыми. Правда? Да. Я переживаю за этих двоих. Ты из-за этого переживаешь? Из-за этого? Успокойся. Продолжение следует... Серьезно? Серьезно? Нет. 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 Энна. Сектор 23 чист. Я вижу оно. Понял. Радио молчит. Понял. Рик. 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 Он здесь. Бежим. Быстрее, быстрее. Рик. 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 О боже. Рик, ты где, Рик? Анна, я здесь. Где? Анна. Эй. Забучий песок. Откуда он ещё взялся? Осторожно, я не знаю, где он начинается. Я нашла, нашла. Ты успокойся, хорошо? Я спокоен. Расслабься. Я расслаблен, я расслаблен. Я вытащу тебя, ясно? Поверь мне. Хорошо. Теперь закрой глаза. И как это поможет? Я не хочу, чтобы ты на меня пялился. Просто закрой их. Закрой, хорошо? Ладно. Глубоко вдохни. Теперь подними руки. Вот так, хорошо. Я тону. Помоги мне. Сейчас, сейчас, сейчас. Стой, успокойся. Ладно? Ты собираешься запрыгнуть? Мы синхронно станцуем здесь? Нет, тянись ко мне. К тебе, в зубочем песке? Так, на счёт три. Мы тебя вытащим. Не паникуй, я буду тебя тянуть. Осторожно, из стороны в сторону. Тянись, тянись. Я тянусь. Слезь с меня. Ты в порядке? Да. Ладно, пошли. Нам надо идти. Я не могу. Иван, ещё близко. Нет, этих ловушек будет ещё больше. Мы не выживем, Анна. Пошли, я тебе кое-что покажу. Дай мне минутку. У нас нет минутки, идём. Я чуть не умер. Я знаю, но нам нужно идти, он близко. Идём. Ты можешь просто замолчать? Не могу. Да иду я, заткнись. Я тебя спасла. Да замолчи, я иду. Не надо затыкать меня. Хватит. Пошли уже. Видишь? Ты их все пометила? Да. Ну, всё, что нашла. Было темно. Ещё пушки были? Нет. В основном всё такое. Пару стрел, граната. Граната? Да. Но я не смогла её никак убрать. Я могу. Что? Как? Я был в армии. Правда? Когда? Уже давно. Где ты служил? Я не служил. Но ты же сказал, что... Не хочу обсуждать этого. Почему? Какая у тебя действительно фамилия? Пойдём нам в эту сторону. Так я и думал. Ну, пошли. Сначала ты не замолкала, а теперь молчишь. Ты правда не скажешь мне? Ложись. Ложись. Поехали! 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 Я нашла ручей. Да ладно, правда? Что? Ты так и не нашёл кролика? Ну, если бы ты не топталась по лесу, нашёл бы. Я не топчусь по лесу. Кролик слышит, что ты топчешься, и убегает. О, боже. Великий Рик Рэнсфорд не может поймать кролика. Маленького кролика. Мы можем не спорить хоть пару минут. Ты можешь дать мне две минуты и помолчать? Две минуты? Пожалуйста. Хорошо, как скажешь. Давай. Какого? Да. Вот так. Не такой уж я плохой охотник. Это не смешно. Знаешь, что странно? Я просто с тобой не согласен. Я нашёл дрова. Давай помогу. Не надо. Справлюсь. Знаешь, у меня вообще-то есть… Я сказала, что справлюсь. Ясно? Я сказала, что справлюсь. Ясно? Не обязательно. Не обязательно из-за всего ссориться. Не обязательно из-за всего ссориться. Ладно, я поняла. Хорошо. Ну как? Не гамбургер, конечно. Согласен. Ты всегда ешь то, что поймаешь? Не всегда. Не в каждой семье приносят по 30 кило оленина. Иногда я отдаю мясо. Правда? Ты отдаёшь? Да. Неплохой пиар. Ого. Наигранный альтруизм. Почему я не удивлена? Всё не так. Наверное, это странно. Как-то раз на съёмках стилист причесал мне олень, у которого я застрелил. Да ладно. Серьёзно. Это просто жуть. Может, я отвык от всего этого. Это проблема славы. У знаменитостей нет в жизни тех, кто был бы с ними честен. Нет. Томас всегда честен со мной. Неужели? Да. И он говорил тебе, что ты напыщенный кретин? Каждый день. Мы с ним как братья. Ладно. Заливай. Что заливать? Огонь. Тебя этому не учили в скаутах? Серьёзно, скаутах? Что не так со скаутами? Я бы сейчас убил за коробку мятных печенек. Нет. У меня не было времени на лагеря. Никаких значков и мятных печеней. Никаких парней или выпускных. Ничего такого. За всё это спасибо маме. Она журналист. Андреа Ричардс. Я о ней слышал. Не знал, что у неё есть дочь. Ну да, по факту, её и нет. В каком смысле? Её никогда не было рядом, как настоящей мамы. Я просто всегда была там, куда она тащила меня по своим дурацким заданиям. Ей было плевать. Когда мне было восемь, я знала о камерах и линзах больше, чем о Барби. И не знаю, чей пить их. Ты всё равно похожа на ребёнка, который играл бы скорее в солдатиков, чем в Барби. Может быть. Да, точно. Ты не жил, пока не остановился в пещере в Андах с раненым гидом на свой день рождения. В тот год моим подарком стало умение разводить костёр. Дерьмово. Прости, это странно. Просто я так старалась выйти из её тени. Сменила фамилию. Попыталась сменить профессию, но... Я поняла, что... Не знаю. Это единственное, что у меня получается. Значит, ты выбрала Анну Кристи. Анна Кристи. Почему Кристи? Я не знаю. Ты могла выбрать совершенно любое имя. Я бы выбрал что-нибудь поинтереснее. Спасибо. Анна Кинкейт. Ну что за глупость? Мастер света. Да, но он был художником, а не фотографом. Всё равно это не глупость. Мастер света, фотографии. Ты так горд собой. Я гордился собой, пока ты не сказала, что это глупость. Я пытаюсь. Я вижу. Знаешь, это должно было стать большим прорывом. Твои фотографии. Да уж. Фотография должна ловить что-то редкое, правдивое, истинное в человеке. Я согласилась на эту работу, но это просто гламурная съёмка. Без обид. Разумеется. Моя мама так бы гордилась мной. Что ж. Я сделаю всё, что смогу, чтобы вытащить тебя с этого острова. Идёт? Идёт. Идёт. Нам нужно поспать. Идёт. Дальше. Идёт. Не так. Не так. Идёт. 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 Девушки отдыхают. Спасательные службы утверждают, что в катастрофе могли быть выжившие. Среди тех, кто не был найден на месте крушения, профессиональный охотник Рик Рейнсфорд. Среди тех, кто не был найден на месте крушения, профессиональный охотник Рейнсфорд. Среди тех, кто не был найден на месте крушения, профессиональный охотник Рейнсфорд. Среди тех, кто не был найден на месте крушения, профессиональный охотник Рейнсфорд. Катеринсфорд. Катеринсфорд. Рик, ты в порядке? Я бы сам справился. Ладно. Идем. Нет. Он здесь умрет. Сомневаюсь. Идем. С Иваном все плохо. Поторопись. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Давай! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай, давай, идем. Пошли, идиот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Черт, Рик, вы могли бы окончить со всем этим. Я не нападаю со спины. Это непрофессионально. Нам надо выбраться с этого острова. И мы просто бросим Сэмми. Он будет занят с Иваном. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рик? Рик, я наступила на что-то. Это мина. Господи, я здесь все обошла, но про мину не подумала. Не двигайся. Ладно, не буду, но так хотелось. Я никогда не видел такой мины. Это необычный образец. Отлично. Вот ты и признал, что знаешь не все. Черт, она может работать по звуку. Что ты делаешь? Думаю. Может, будешь думать подальше? Если она взорвется, умрем мы оба. Я разберусь с этим. Нет, Рик, уходи. Все будет хорошо. Рик, уходи. Спасайся. Я не брошу тебя. Прости, ладно? Мне очень жаль, но ты должен уйти. Уходи. Подальше. Уходи. Расскажи мне историю. Что? Серьезно, расскажи историю. Что? Какую историю? Любую. Ладно, сейчас я стою на мини. Не в этом дело. А в чем тогда? Заткнись и расскажи мне историю. Я не могу одновременно заткнуться и рассказать тебе что-то. Ладно. Хорошо. Знаешь, я не всегда был таким. Охотник однажды, охотник всегда. Рик, что ты делаешь? Рассказываю тебе историю. Ладно, надеюсь, она хорошая. Мой отец научил меня охотиться. Были только мы с ним. Так мы сблизились. Он никогда не говорил со мной. Только на охоте. Когда мне было 16, мы охотились в лесу в моем родном городе. Это не была закрытая территория, и мы не соблюдали правила. Мы просто веселились. Я только застрелил первого оленя. Точно попал. Идеальный выстрел. Отец так гордил со мной. И мы подошли к животному. И он говорил со мной о чем-то. Не знаю, не помню. Отец говорил со мной. И мы увидели еще одного оленя. Папа поднялся. И потом... начал падать. Что случилось? Его застрелил новичок. Папа! Что? Существует правило. В некоторых местах нельзя охотиться. Не рекомендуется носить некоторые фасоны одежды. Но мы не пошли за ними. Ему было 15. Отец поднялся именно в то самое время. Это был несчастный случай. Рик, я не понимаю, зачем ты говоришь мне это. Ничего не случилось. О, мы живы. Ты в порядке? Да. А ты? Да. Слушай. Все хорошо. Я... Да. Поверить не могу. Готово? Держишься? Спасибо. Пока мы впереди. Зарыв был занят. Идем. О, боже. Я не думала, что это... Нам не выбраться отсюда. О, мой чемодан. Если ты достанешь оттуда бутылку, клянусь, я ударю тебя камнем по голове. Я не шучу. Может, там осталось что-нибудь выпить, если ты хочешь ударить меня. Мистер Рейнсфорд, я знаю, что вы были на той платформе. Уделите мне время. Как и вам. Нормально. Пару царапин. Но спасибо за вашу заботу. Ну и охотником вы оказались. Человушке. Настоящий спортсмен. Рик. Да. Как, куропатка? Анна? Что? Слава богу. Я бы не смог уснуть, представляя, как ваши останки разлетелись по деревьям. Я вас не боюсь. Не надо бояться меня, дорогая. Но между мной и берегом большой лес. Иван повсюду расставил свои игрушки. Постарайтесь не наступить на них. Мы с вами увидимся скорее, чем вы думаете. Самое время. Как ты это понял? Он отслеживал нас. Найди свой багаж, переоденься, мы избавимся от всего, что он нам дал. Хорошо. Рюкзак. Прости, ты можешь? Это тебе тоже придется переодеть. Лифчик? Лучше перестраховаться. Ясно. Как думаешь, мы уже очень давно на этом острове? Да. У нас был уговор, когда мы начали. Никаких женщин, никаких детей. Детей? Кто убивает детей? Все становится лучше. Почему бы просто не отпустить их? Отпустить их? Дай-ка подумать. Какой-то ты... напряженный. Это плохо кончится. Тебе нравится эта девчонка? Посмотри на меня. Тебе нравится девчонка? Почему ты тогда не уедешь? Может, уеду. Умоляю тебя. Тебе нравится. Какой-то. Какой-то... Ты ты. Смотри. Какой-то. Какой-то. Ты видишь что-нибудь? Лазарет. Движения нет. Значит, они могли вернуться в лес. Где ты, больной ублюдок? Ола. Что-то движется. Дай посмотреть. Я ничего не вижу. Терпение. Вот он. Вот он. Я вижу. Дай мне ружье. Это было странно. Что? Он ушел. Мы проберемся туда, возьмем Сэмюэла, найдем лодку и свалим нахрен с этого острова. Дай мне нож. Ты идешь? Подожди. Проверь, как он? Перевяжи его быстро Нам надо валить отсюда Тихо, мы выберемся отсюда Да Только не шуми Хорошо Ладно? Нам нужно идти, нам нужно идти Рик, нам нужны носилки Я ничего не вижу Положи Отойди Назад Теперь ты Отдай мне нож Очень медленно Какая прелесть Добрый вечер, мисс Ричардс Я крайне впечатлен вами Жаль, я не могу сказать тоже о вас Сукин сын Они живы? Да У вас хорошая кровь А вы Мистер Рейнсфорд Вы меня очень разочаровали Вол Вы большой Сильный Но вы Слабый Чувствительный И уязвимый Расслабьтесь Наслаждайтесь игрой Иван Я бы хотел поговорить с мистером Рейнсфилдом наедине Пожалуйста Да Подними его Поднимай Я слышу Давай Все хорошо Давай, давай Все хорошо Давайте Чуть побыстрее Не делай этого А себе лучше подумай Будь тем Твою мать Идем Бежим Не надо Все кончено Она мертва Посмотри на меня Может Стоит вернуться в дом И выпить Так вот Дилемма Мистер Рейнсфорд Я не знаю Убить ли мне тебя Прямо здесь Прямо сейчас У тебя нет ни сердца Ни азарта Ни смелости Ты трус Как тебе это? Позволь мне объяснить это так Прошу Помоги мне Что я должен сделать Чтобы мотивировать тебя? Я убил твою девушку Я убил твоего друга Если не месть То что еще может мотивировать тебя? Ты позаботился о девчонке? Есть Да У нас новая игра Со своим поворотом Прошу тебя Иван Я спрошу тебя еще раз Ты убил девчонку? Да Тогда все кончено Рик Посмотри на Ивана Скажи мне Он убил девчонку? Послушай меня Я пытаюсь помочь тебе Лодка это ловушка Через несколько скал на север Есть другая лодка Идите туда Там безопаснее Что? Возьми мальчика Идите к другой лодке Пожалуйста Как я могу тебе доверять? Так Я неплохой человек Ты должна поверить мне Пожалуйста Спасибо Нет Нет Полковник Одно я знаю точно Мистер Рейнсфорд Или я убью вас Или Вы убьете меня Мы будем играть По этим правилам Да Что ж, мистер Рейнсфорд Пожалуйста Покажите мне Спасибо Ну давай сыграем Ну-ну, мистер Рейнсфорд Мне это нравится Нравится Давай, ты справишься Мы уже близко Я знаю Вот так Что? Сэмюэл Нет, Сэмюэл Нет, нет Хватит Хватит Нет, иди Хватит Спасибо Спасибо, что вернулась за мной Сэмюэл, нет 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 Ты не умрешь Нет Я думаю Я думаю С Анной Я пропущу охоту В пользу убийства Нет Спасибо ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чёрт! Что ж, мистер Рейнсфорд, мне было приятно наше взаимодействие, но всему хорошему приходится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Игра окончена. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рик! Рик! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, Боже! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Идём. О, Боже! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Внимание всем игровым! Заходи на Азина 777. Отыграться и выиграть можно только тут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Иван был прав. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот эта бухта. После того, как было найдено больше обломков, представители США и России совместно начали операцию по спасению пропавших пассажиров. Капитан Нейл Дэвис из ВМФ США заявил, в сотрудничестве с российскими военными силами мы принимаем все возможные действия, чтобы найти пропавших. Поисковые спасательные команды уже были высланы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА